Мы с Барби готовы к заплыву! Всем привет! С вами Наташа Берсик, и в этом видео я сделаю обзор на Барби, которая умеет плавать. В этом видео мы запустим ее в бассейне. Ставьте лайк, если вам нравится эта идея, и не переключайтесь, чтобы не пропустить кукольные Олимпийские игры. Эту куклу мне подарил подписчик Вася из Великобритании, ну а спонсоры сегодняшних Олимпийских игр это Минни, The Good Panther и Ириска СПБ. Если тоже хотите поддержать мои видео, то добро пожаловать на Бусти по ссылке в описании, и заодно сможете выиграть куклу или арт-аватарку. И не могу не отметить, что на канале давно не было обзоров на кукол Барби 90-х, на стареньких Барби, поэтому поддержите видео лайком, если хотите больше таких обзоров. И данная кукла-пловчиха, Олимпийская чемпионка, была выпущена в 1999 году. Она посвящена Олимпийским играм в Сиднее, в Австралии в 2000 году. Вообще, этой Олимпиаде была посвящена целая серия кукол. Это куклы Барби-болельщицы, кукла Бекки, паралимпийская спортсменка, кукла Барби с коллекционным значком и другие. Данный выпуск куклы тоже был представлен в трех вариантах. Это кукла Барби, Тереза и Кристи. Но, как оказалось, вариации этой куклы еще больше. Куклы Барби для американского рынка выпускались с логотипом USA на купальнике и полотенце. Куклы для европейского рынка, и у нас как раз такая, выпускались с логотипом Олимпиады, Сидней 2000. Также у кукол этой серии отличаются цвета костюмов и полосок на купальнике. У некоторых кукол цвет темно-синий, у других светло-голубой, как у моей куклы. В телевизионной рекламе используют кукол с американским лого и с синими акцентами в аутфите. В ролике показывают, как куклы совершают заплыв и соревнуются друг с другом. И интересно отметить, что Барби с подобным механизмом плавания выпускалась также в 2011 году. Это была гламурная Барби в розовом купальнике и в комплекте с собакой, которая тоже умеет плавать. Ну а старенькая кукла находится в классической коробке с розовыми бортиками. Коробка немножко пострадала из-за времени, она немного мятая. И с передней стороны она преимущественно состоит из прозрачного пластика. Наверху логотип Барби. С другой стороны круглая наклейка с логотипом Олимпиады, надписью Мотел. И указано, что это официальный лицензионный мерч. На промо-фото внизу показано, что кукла плавает. Я могу плавать в стиле фристайл и на спине. Кстати, здесь у куклы на купальнике и вовсе нет логотипа. Чуть ниже логотип Олимпиады и название куклы. Чемпионка по плаванию. Внизу с передней стороны коробки разместили предупреждение, чтобы все его увидели. Данная кукла предназначена для игры в воде. Не используйте плавательный механизм вне воды. Предупреждения продолжаются на боковинках. С одной стороны информация про мелкие детали, а с другой стороны рекомендация не оставлять детей одних, пока они играют в воде с этой куклой. И указано, что кукла сделана в Китае. На задней стороне коробки атмосферная фотография, где как будто проходят Олимпийские игры в спортивном зале. На стене висит символ Олимпиады. Куклы Кристи и Тереза плавают на спине. Ну а кукла-блондинка стоит рядом с бассейном. Я заметила, что на промо-фото у нее более холодный и платиновый оттенок волос, чем в реальности. Сбоку есть инструкция, как использовать механизм, чтобы кукла начала плавать. Внизу указано, что мечта Барби получить золотую медаль. Далее указано, что в рамках Олимпиады состоялись 32 соревнования по плаванию. А еще здесь указано, что покупая этот продукт, вы способствуете успеху Олимпийских игр. И чтобы погрузиться в атмосферу тех Олимпийских игр, давайте посмотрим видео соревнований. Кстати, вы видели, как выглядит новая главная страница Яндекса. Очень лаконично, ничего лишнего, все внимание на поисковую строку. Итак, вбиваем Sydney Olympics 2000 Swimming. И находим многообразие информации на разных языках. Переходим в раздел видео. Давайте включим самое первое. Вот так выглядели реальные спортсменки-плавчихи на тех соревнованиях. Получается, нашей кукле не хватает плавательной шапочки. И, кстати, технология Яндекса легко переводит иностранные видео буквально на лету. Нажимаю на одну кнопку. Я не могу поверить, что она собирается это сделать. Это невероятно. Причем эта функция распространяется и на стриминге. То есть можно в прямом эфире смотреть премию Оскар или презентацию новых айфонов Apple и все понимать. Вообще, машинный перевод это очень сложная вещь, поэтому ей занимаются не так много компаний в мире, а перевод стримов в режиме реального времени до Яндекса и вовсе никто не делал. Поэтому я рекомендую вам ознакомиться с новыми возможностями Яндекс.Поисковика в небольшом, но увлекательном фильме. Оставлю ссылочку в описании. Там про экспертный поиск, детские аккаунты, большие темы и другие прикольные и полезные фишки. Крышка у этой коробки не приклеена, то есть она просто открывается. Так что запашок точно будет не сильным. Да, кукла пахнет старостью, но совсем слегка. С обратной стороны закреплена инструкция. Здесь указана комплектация куклы, а также инструкция по плаванию на разных языках. Изображены разные варианты размещения рук, и насколько я поняла, это будет влиять на скорость плавания куклы. В общем, все проверим. Кукла на заднике размещена так, как будто она плывет. На фоне нее голубая водичка. Аксессуары закреплены на желтом фоне. Внизу закреплена расческа, и видно, что в комплекте с этой куклой нет обуви. Но пловчихе она и не нужна. Куколка очень приятная, добродушная. Из-за прически и стиля она прям ассоциируется с 90-ми. Ее молд Generation Girl, и из-за шлема из залачных волос не так просто посмотреть метку на затылке. Там указан 1998 год. К концу 90-х глаза кукол Барби стали более реалистичными, поменьше по размеру. То есть у этих кукол уже не голубой контур глаз и более сдержанный макияж. В данном случае нижний контур кирпично-коричневый, нижние ресницы коричневые, верхний контур ресницы и стрелочка черные. В уголочках глаз красным цветом выделяется слезное озеро, в белке наверху присутствует голубая поволока, радужка глаз голубого цвета с синим контуром, в ней присутствуют розово-бежевые блики, и по одному круглому блику есть в зрачках. На подвижном веке нет теней, только коричневым цветом выделяется складка. У глаз есть небольшая асимметрия, левый глаз чуть больше, но издалека это почти незаметно. У куклы довольно тонкие светло-коричневые брови с небольшим изгибом. На щеках алый румянец, на губах ярко-красная помада, кукла улыбается и видны белые зубы. В целом лицо очень приятное, и красная помада хорошо сочетается с очками и красными акцентами в ее купальнике. Лицо куклы по бокам обрамляют очень смешные прядки волос, как будто они выбились из прически, из-под очков и свисают по бокам. Но при этом таких прядок у куклы нет ни в рекламном ролике, ни на промо-фото. Волосы куклы золотисто-русые, короткие, они убраны назад, под очки. И еще на волосах есть красная резинка, которая сохлась со временем и начала разрушаться. На волосах очень много укладочного средства для того, чтобы они держали красивую форму, форму каре, и для того, чтобы прическа не развалилась в воде, чтобы она как можно дольше сохранила свой презентабельный внешний вид. Под этим шлемиком из волос нет лысины, я немножечко подглянула, и с прошивкой все окей. Голова на ощупь довольно твердая, не проминается. Плавательные очки без линз, они выполнены из красного пластика и закреплены на резинке, которая со временем не ссыхается. И они никак не закреплены на голове никакими ниточками, пластиком, то есть их легко можно спустить на глазки куклы. При этом красная резиночка-ободок продолжает осыпаться, и, пожалуй, ее лучше снять. Вот так очки смотрятся на кукле, и, кстати, при желании можно убрать прядки за резиночку. В комплекте с куклой очаровательное белое полотенце. Оно выглядит очень реалистично, выполнено из махрового материала, очень похожего на материал настоящих полотенец. Мягенькое, приятное на ощупь, все края аккуратно подшиты, обработаны. Просто волей-неволей сравниваешь с аксессуарами, которые сейчас добавляют к игровым куклам, и они совсем не похожи на настоящие. Логотип это наклейка на ткань, но, судя по тому, что он сохранился до сих пор, наклейка довольно качественная. Мне нравится, как кукла смотрится с полотенцем на плече, готова к заплыву, и давайте поближе рассмотрим ее купальник. Он выполнен из мягкого, тянущегося материала, большая его часть выполнена из блестящего серебристого материала. Он гладкий и шелковистый на ощупь. С передней стороны на купальнике логотип Олимпиады, на воротнике контрастная красная кайма, из такого же материала вставка на боковинке, и с ней соседствует голубая вставочка. С обратной стороны купальник полностью серебристый, и на нем большое отверстие для различных механизмов для плавания. Причем я заметила, что на фотографии на коробке на купальнике разрез сзади меньше, там не хватает нижнего рычага. Липучки на купальнике в двух местах, наверху и внизу. Вот так кукла выглядит в спортивном костюме, и я сейчас кое-что осознала. Вполне возможно, что разный цвет костюмов и купальников куклы это не разные выпуски. Просто синий цвет выцвел с годами. Посмотрите на эту куртку, она разноцветная, где-то цвет темнее, где-то светлее, и это не заранее задуманный градиент. Просто цвет какими-то пятнами, он неоднородный. А судя по вот этой синей кляксе, вполне возможно, что изначально цвет был темно-синим, как на промо-фотографиях этой куклы. Но могу сказать, что такой голубой цвет тоже смотрится хорошо и прекрасно сочетается с глазками этой куклы. И вообще, мне нравится костюмчик. Опять-таки, он прямо-таки в стиле 90-х смотрится очень стильно. Материал мягкий, синтетический и достаточно плотный. Красные вставки не выцвели, выглядят ярко и красиво. На курточке воротник-стойчка. Его можно опустить, но крутые девчонки в 90-е ходили именно так. С передней стороны к куртке пришита пластиковая молния, но бегунка на ней нет, поэтому застегнуть ее не получится. На рукавах и внизу на курточке серебристая кайма из такого же материала, как на купальнике. Курточка довольно объемная, с объемными рукавами. Можно сказать, что оверсайз. И вот так она выглядит с изнаночной стороны. Шортики выполнены из такого же материала. Они везде аккуратно подшиты синими нитками, которые, кстати говоря, возможно, сочетались с прежним цветом. В области талии они на резинке, никаких липучек на них нет. Медалька на серебристой тесьме, завязанной в узелок. Медаль выполнена из пластика, покрыта золотой краской. На ней рельефная звездочка. Изображение звезды есть с двух сторон. Выглядит симпатично и красиво поблескивает. Барби мечтает о золотой медальке, но получит ее только после заплыва. Кстати, в комплекте с куклой стандартная расческа, но довольно нестандартного цвета. Темно-синего. Скинтон этой куклы немного загорелый. У нее тело с большой грудью, узенькой талией. Впрочем, пропорции стандартные для кукол того времени. Кстати, на теле метка 1993 год. Руки слегка согнуты в локтях. Они поднимаются, опускаются, крутятся вокруг своей оси. Причем сразу обе, но при этом не разводятся в стороны. А если попытаться покрутить только одну руку, то мы слышим щелчки, и я надеюсь, я не доломаю ее перед плаванием. Ноги выполнены не из резины, а из пластика. В стороны они не разводятся. А если пытаться их поднять, то слышен щелчок, и, пожалуй, так лучше не делать. Эта кукла предназначена для плавания, а не для позирования. Кстати, ее голова не только крутится, но и наклоняется. Получается, это самая подвижная часть ее тела. Шарниров талии нет, и нет молдированных трусиков. Ну что, мы с Барби готовы к заплыву. И первым делом давайте разберемся с рычагами на ее спине. Нижний включает и выключает механизм. Он сейчас выключен. Далее ручка, которую нужно покрутить по часовой стрелке примерно 15 раз. Рычаг наверху в правом положении позволяет кукле плыть в стиле фристайл, то есть на животе. Если переключить налево, то она может плыть на спине. Оставляем его справа. Погружаем куклу в воду, и сейчас будет момент истины. Поплывет или не поплывет. Включаем нижний рычаг. И ее руки не шевельнулись. Центральная ручка просто резко перекрутилась назад. Все, что мы завели, откатилось обратно, и кукла не поплыла. Очень жаль, но, вероятно, со временем внутри сломался механизм. Может быть, сохлись какие-то резинки, и кукла больше не плавает. Но, конечно, унывать не стоит, и Барби должна заслужить свою медальку. Поэтому она поплывет так, как она может. Все-таки она не зря оказалась в бассейне. Ну и я со своей стороны окажу ей поддержку, поплыву вместе с ней. Ну а теперь торжественное награждение. Вручаем кукле золотую медаль. Она ее заслужила, несмотря ни на что. И как же красиво она смотрится на фоне бассейна в лучах солнышка. Барби заслужила свою медаль. Ну, а я надеюсь, заслужила ваш лайк. Пишите в комментах, как вам кукла. И присылайте название еще каких-нибудь необычных кукол Барби 90-х. Я очень люблю делать на них обзоры. А если у них еще какие-то интересные механизмы, то это комбо. Я получаю двойное удовольствие. Еще раз спасибо Васе за подарок. Чаще улыбайтесь, любите котиков. И я желаю вам спортивного настроя и здорового духа. Всем пока-пока!